здравствуйте друзья приветствую вас на моей маленькой кухне недавно я узнал что я совершенно не умею готовить ну так сложилась судьба то есть такие форуме как где домохозяйки и даже повара готовят все лучше меня ну и дай бог с ним пускай себе готовит мне на это совершенно наплевать у кого есть интерес готовить дальше со мной смотрите мое видео я буду рассказывать как и что без всяких без всяких яких довольно просто чтобы каждому было понятно сегодня сегодня я приготовлю для вас белый базовый соус для рыбы белуты и пасом я специально стараюсь не употреблять французских названий соусов блюд и так далее чтобы каждому просто было понятно я не рисуюсь мне это совершенно не нужно моя задача показать рассказать научить если есть те которые это все знают и умеют то им лучше не смотреть этот канал спокойно идите себе занимайтесь хорошими важными для вас делами я буду делать свою работу но не буду я долго распаляться мы приступим к соусу я буду готовить небольшое количество соуса мне просто чтобы вам показать мне скажем так он как таковой на данный момент не нужны на сегодняшний день я применю его при приготовлении рыбы скорее всего следующем моем видео так ну что мы мы остановимся примерно на классическом рецепт я расскажу про классический рецепт и естественно этот рецепт который можно воспользоваться которое немного проще и намного быстрее значит для классического рецепта я взял 20 грамм муки я взял 20 грамм сливочного масла немного сока или лимона сока немного сидерея немного лука порея и буквально 30 миллилитров французского вермута 18 процентного этот вермут просто очень хорош для приготовления рыбного соуса если у вас нет вермута вы можете прекрасно использовать белое сухое вино а также мне понадобится рыбный бульон который я варил ссылку как готовить рыбный бульон вы найдете на моем канале под описанием и также нам понадобится сливки а для более простого варианта для более простого варианта я бы не работал с мукой вообще я бы заменил ее на кукурузный крахмал что касается почему я взял лук порей да потому что у меня есть и потому что мне нужно использовать я бы мог взять также и лук шалот или простой нормальный репчатый лук ну я решил взять этот из этого базового соуса вы можете прекрасно приготовить добавишь дижонскую горчицу то есть рыбный соус на основе горчицы вы можете добавить просто укроп вы можете добавить свеже натертый хрен вы можете добавить например лимонграсс вы можете добавить листья лайма анчоусы я не буду на всем этом зацикливать такое особое внимание пока мой бульон размораживается я расскажу вам как приготовить рыбный соус без бульона на воде для этого вам понадобится взять пару можжавеловых ягод их желательно предварительно размять бадьян гвоздику лемонграсс или листья лайма лавровый лист стебли или корень сельдерея в небольшом количестве белое вино или вермут лимон соль перец возможно немножко сахару лук репчатый или шалот или лук-порей то есть то что у вас находится дома растапливаете масло закладываете специи и немного специи подогреваете лук у вас цвет не должен принять отдаете его слегка вином даете этому вину выпариться добавляйте кипяченую воду и хорошо варите почему хорошо варить это для того чтобы лук как таковой полностью проварился чтобы у него не осталась кислота которая в дальнейшем может мол может повлечь за собой свертывание сливок поэтому чтобы этого не допустить лук хорошо проваривают этот бульон уже готовый бульон сказать назовем его так немножко затягивают крахмалом чуть чуть совсем пропускаю через сито добавляют сливки кипятят добавляют соль затягивают крахмалом немного лимонного сока и ваш соус как таковой готов то есть ничего такого страшного но вообще чтобы долго не рассказывать я лучше вам покажу это будет намного проще я запил масло лавровый лист пару семян фенхеля буквально четыре можжевеловых ягоды немного бадьяна и одну гвоздичку лук-порей добавляю сюда корень зельдерея и лемонграсс лемонграсс у меня в этой всей серии самый интенсивный то есть поэтому основа будет на него это у меня будет лемонграсс соус обдаем немного белым вином так как эта версия у меня быстро я не буду особо растягивать чтобы вы просто знали суть добавляю кипятка немного соли немного перца когда у меня это все проварилось все проварила все готово через сито эта часть нам уже будет не нужно но имейте ввиду вы конечно должны поварить подольше чтобы у вас все ваши пряности раскрыть это я вам показал просто быстрый вариант чтобы вы знали как примерно это делается теперь допустим наш еще не затянут не загущенный соус там ему нужно ступить так он уже кипит кукурузный крахмал слегка затягиваю даю провариться добавляю немного лимонного сока добавляю сниски и как таковой по сути наш соус уже готов и вы сюда можете уже добавить если вы не работали с лемонграссом добавить сюда укроп перемолотые анчоусы или дижонскую горчицу мелкозернистую крупнозернистую но при добавлении горчицы имейте ввиду что у вас соус уже должен полностью скипеть полностью уже чтобы соль перец присутствовали кислота были готовы в нем добавляйте джонскую горчицу и отставляете все ваш соус уже кипеть не должен иначе ваша горчица может просто расслоиться вот так просто и так быстро делается такой соус а теперь приступим к ластере добавляем масло добавляем лук-порей добавляем немного сельдерея специи я добавлять не буду потому что при варке самого бульона я достаточно использовал достаточное количество как и лаврового листа так и других компонентов всыпаем муку какое количество чего я подробно опишу в рецептуре и вот часами тот момент когда нужно добавить вермута или белого вина добавляю бульон бульон должен быть холодным какое неудобство для меня как для повара готовить именно классический базовый рецепт это то что возле этого соуса нужно можно сказать и перманентно стоять никуда не отлучаться чтобы мука не дай бог не не подгорела при этом варианте вы видели то есть я готов работал жидкостью то есть там пригореть ничего не должно я могу спокойно поставить его уйти заниматься другими делами я понимаю что в то время когда был изобретен этот соус просто возможно еще не было крахмала но мы взяли в двадцать первом веке этот крахмал есть и с ним можно прекрасно работать и количество количество густоты крахмала можно регулировать мукой сложно я честно вам скажу что я уже давным-давно не работал мукой сейчас на данный момент я взял 200 миллилитров бульона 200 миллилитров бульона 20 грамм муки и 20 грамм сливочного масла муку провариваем хорошо чтобы она не чувствовалась дальнейшем соусе я добавил буквально еще 100 миллилитров бульона так как мой соус был немножко густоват я это обязательно укажу в рецептуре мука моя полностью проварилась я сейчас добавлю сливки сливок я добавил буквально 35 миллилитров так как соус у нас уже густой то я могу смело добавить немного лимона посмотрим сколько у меня получилось в общей сложности соуса соуса получилось у меня примерно чуть меньше 300 миллилитров готового соуса этого количества этого количества вам хватит хотя соус дело такое никогда не знаешь какое что у тебя за гости и сколько им нужно но вот я лично считаю что для соуса на небольшую тарелочку или тарелку пускай даже тарелку на небольшую тарелку 30 миллилитров соуса вполне будет достаточно то то есть у вас в данном случае хватит соуса на 9 человек вот как то так так на этом друзья я заканчиваю свою передачу о белом соусе я напишу полностью рецептуру сколько чего для обоих соусов надеюсь творение правильно сделал но ударение конечно роли не играет глава шоссов соус был вкусным вкусный и тот и другой ну конечно на рыбном бульоне само собой разумеется тут даже и говорить не о чем пишите ваши комментарии если что-то не понравилось просто знаете поставить дизлайк без всяких объяснений я считаю это немножко не этично и некрасиво напишите почему чтобы и я мог понять почему вы это сделали чтобы я мог к чему-то лучшему стремиться если вы этого не делаете то вы получите то что вы получите ну или конечно вы можете из из неприязни ко мне поставить дизлайк тогда тут даже вопросов не возникнет меня просто удивило что кто-то поставил дизлайк при приготовлении бульона вы хоть написали почему мне просто чисто чисто по-человечески интересно предложите мне более хороший вариант я посмотрю если он действительно хороший я возьму себе на заметку а если дизлайк просто так от ненависти то ну даже не знаю всем счастливо оставаться и как говорится до новых встреч всего доброго милые девушки если вам видео показалось немного эмоциональным с моей стороны прошу меня за это простить просто на моем пути попали такие люди которые меня конкретно выбесили честно вам говорю а так есть замечательные домохозяйки у которых мне повар с двадцатилетним стажем есть чему поучиться и за это я им очень благодарен но если такие которые вы меня надеюсь поняли вот так принципе все до новых встреч